Телекомпания Вид При поддержке кинокомпании Трололо Интертеймент Представляет Кто-то скажет Баян И будет прав Но все, что в нашей передаче Рифмуется со словом Жан Это круто Итак, ну что ж Время продолжать Так Я хочу вам напомнить Что Видео еще будет продолжаться очень-очень долго И вы еще много раз от меня Услышите И вот такие размахи не руку Итак Вы, наверное, заметили Что что-то изменилось Возможно, телевизор, наконец, стал вам виден Вот я вроде смотрю Действительно, там даже что-то видно Может быть, я стала еще более красивой Это значит, что съемки происходят в новый день Я не знаю, зачем я вам это рассказываю Но это Детское Евровидение Про него ничего толком не расскажешь Вот Ну что ж, мои дорогие Время продолжать И мы переходим ТОП-10 Детского Евровидения 2011 Итак Десятое место В нашем ТОПе Занимает Швеция Ну что ж Давайте посмотрим Да это же Это же Джастин Бибер Бурман, это не Бибер Нет, это Джастин Я что, друзей, что ли, не узнаю? Ту-ду-ду-ду-ду А он нравится Срипу, кстати Нравится Срипу, говоришь? Ну, конечно же Это же Эрик Сал Эрик Рап С песней Феллер Ну да, Эрик Срип Я надеюсь, что вам в этот раз видно Что происходит на экране Я немножко там сфернулась раньше, но Все-таки Вот Швеция Она уже третий же год, по-моему, подряд Отправляет в такую взрослую Хреновинку Которая в итоге на Евро проваливается Так мило вообще Наступать на одни и те же игры Обли много раз подряд Это весело Я люблю комедию Если вы хотите покорить меня Покажите мне комедию Почему телевизор ярко на камере? Как это настроить? Наша камера говно просто Да не говно наша камера На ней даже написано HD Я не знаю В общем, я уверен, что она снимает Супер-пупер Это просто кое-кто Криворукий А что? Швеция, да? Десятое место в нашем топе То есть это один балл За имя Сады круче Эричка, мы любим тебя Особенно я Ну я просто не знаю Что мне еще можно добавить Вот если смотреть на глиб Он ходит все время Ржет и вообще В общем, наслаждается Шведской жизнью Он вообще не представляет Что куда она поедет В декабре Ереван Ну в общем В общем, ладно Хватит этого Итак Все Десятое место Швеция Зафиксировали А теперь мы переходим К месту номер девять И в этом году Девятое место Насколько я помню Как и в прошлом году У нас заняла Нидерландия С песней Игбен Силенджер Господи, какие у нее несчастные глаза В конце клипа Да, все понятно Игбен Силенджер В исполнении чудесной Девочки По имени Рейчел Ну что ж, давайте Послушаем Внимание на экран Девочки Да, конечно, после той шведской отрыжки Дрени Эрика, ночью после посещения популярного клуба, это, конечно, не самый лучший бальзам. Да, 9 место Нидерланды Рейчел. Господи, как же бороться с этими новыми волосами, но они так прекрасны. Итак, вы знаете, мне просто хотелось сказать, что у меня в школе была подружка. Точнее, да, подружка. И вот она как бы была вот такой же, примерно, как Рейчел, то есть ей 13 лет. Вот этой бабе 13 лет. Нет, мы уже, конечно, поняли по Сиенике, что в Нидерландах какие-то проблемы с женщинами. Кстати, я давно не видел Сиеники, может быть, она уже умерла от старости. Ну ладно, это слишком жестоко. Я просто, я переборщила, я честно, я просто хотел пройтись как компанией, а вот теперь у меня расстроено. Ладно. И просто у нас, в общем, была девочка вот такая же, тоже 13 лет, тоже вот такая вот старая корга. И мы ее называли Кентавр. Так что Рейчел для меня Кентавр 2011. А теперь мы переходим к новой рубрике. Рубрика «Стыль новости с ЕСКС». Пока вы не вернете на свой сайт радио, мы будем тырить у вас все, что захотим. И нам плевать на вашу надпись на сайте о том, что вы нас засудите. Ха-ха-ха-ха. Я не боюсь ничего. Я азербайджанка. У меня сотни нефти. Так что бойтесь с меня. Так вот, в своем эксклюзивном интервью в ЕСКС Рейчел сказала, что, цитирую дословно, «Для меня хорошо просто выступить на сцене». Ну, да, пока просто там, допустим, болгары, латыши, литовцы, они говорят о том, что для них победа – это единственное. Рейчел смотрит на жизнь более адекватным взглядом и как бы понимает, насколько она ОГЭ. Но даже на этом она не остановилась. И дальше она заявила, что она ждет с нетерпением того момента, когда ее песня кому-нибудь понравится. Ну, вообще, конечно, вот этим она поднялась у меня в глазах. Именно поэтому она на девятом месте, а не, к примеру, на… Ну, вы поняли. Что еще мне сказать? Вообще, она сказала, что у нее в группе есть танцоры. Одного из них зовут Даниэль, видимо. Это вот такие троллинг шведам. Ну, вообще, я, честно сказать, удивлена тем, что Нидерланды сходят с ума и опять отправляют что-то не совсем нятное. Ну, в прошлый раз там хотя бы была очень классная девочка. Помните, вот у Нидерландов, которая, знаете, на скрипке такая вот еще вот так вот делала так. Хотя, честно сказать, мне вот я так хотела выбить ей зубы, когда смотрела все по телевизору, что она мне даже понравилась. Вот. Ну, что ж, Нидерланды, девятое место. Чудесно. Какой классный фломастер. Я их так люблю расписывать. Итак, мы прослушали уже пять песен. Вот так вот. Но дальше будет лучше. А это значит, что наше шоу, как и в прошлом году, станет скучнее на 39%. Итак, меня видно? Видно меня или нет? Ладно. Итак, дальше у нас восьмое место. В нашем виртуальном списке стран у нас с восьмого места оно отчеркнуто линий. А что это значит? Это значит, что нашего кота уже после девятого места уже ни от чего не блевало. Это хорошо. Плюс сто пятьсот. Но всем пофиг. Вот. Итак, восьмое место в нашем топе занимает... Украина. Это Кристалл с песней Европа. Давайте посмотрим видеоклип. Что ж. Слушай, смотри. Это видеоклип, типа? Нет, стоп. Я видела видеоклип. Почему так все не проработано? Ладно, попробуем работать с этим. Ей одиннадцать. Ну ладно, это не Рейчел все равно. В общем, Украина, видимо, после прошлогоднего звонкого подзамордника решила таки вылезти из ботома. Некоторые считают, что это главный фаворит. Но... Так я не знаю, что мне еще говорить про нее. Я прослушал ее и посмотрел ее интервью. Мне нечего там выделить, кроме каких-то бесконечных смайликов. В интервью уважаемого издания ИСИКАЗ. Ну уж извините, что мы теперь все время ИСИКАЗе, но вы же не хотите, чтобы все было как в прошлом году, где я уже просто засуснула на первой песне. Там я подменял мой фейк еще в конце, говорил о том, как Армения классно. Ну ладно, в общем, я предусмотрела то, что мне будет нечего сказать на Украине, кроме того, что хватит тырить русский газ. Как тонко. И я написала ВКонтакте их техподдержки. Задала следующее. Здравствуйте, уважаемая техподдержка. Я составляю свое видео ТОП по детскому Евровидению. Не могли бы вы мне подсказать, что я могу рассказать о песне из Украины? На что мне ответил очаровательный юноша по имени Меркурий. Обслуживание троллей временно приостановлено. Из этого может, конечно, следовать, что любой делающий ТОП в детской юриде этот ролик. Но я спросил у нашего местного философа-рактора, но даже он не знает, что сказать. Вообще, мне кажется, что это дико что-то напоминает, но нас смотрят столько украинцев. И я такая сексуальная, что давайте не будем об этом и просто перейдем к следующим конкурсантам. Ну что ж, я опять пропала. Что ж такое-то? Это все тыпи на подъемке телевизор. Итак, седьмое место в нашем супер-упер-упер-упер-дупер-тупе занимает песня работы. Занимает песня из Грузии. Это группа Кэнди с песней Кэнди-мюзик. Давайте. Итак, Грузия, седьмое место. Вообще, конечно, по сплагиату на Галгагу пчелиновали того роя, что выиграл сплагиати самих себя 2009-го отбора и Виагру. Это, конечно, и что ты улыбишься. Ну ладно, да, я сказал о том, что они сплагиатери действуют 2009-го года. Ну это же очевидно. Ну и подавить своей мелочью. Вообще, у меня была мысль написать Веркурию и про Грузию, потому что их же интервью тоже было достаточно милым. Таким более как-то жизненным. Ну а что, ты что? Ну вообще, если быть честным, я не поставил эту песню на последнее место только потому, что если бы мне пришлось танцевать вот эту вот как прошлогоднюю Грузию, мне пришлось бы опять поменять прическу. А я не хочу портить свои прекрасные волосы. Итак, ну ладно, что я все плохо-то плохо, ну вот наверняка меня за это в комментариях проклянут. Девочки из Грузии, пью за вас, за ваш успех. Удачи вам! То есть у меня даже 10 рублей упали. Как на меня. Ой, я тебя буду пить. Пить за каждого конкурсанта, я же разбогатею. Деньги надо хранить. Ты что с тобой? Надежная месть. Итак, седьмое место Грузия. Кэнди Гюзик. Ой, вот эта концовка мне прям понравилась. Надо записать. Итак, осталось всего 6 песен. И шестое место, и чуть-чуть не хватило до попадания в топ, занимает у нас никто иной или иная. Итак, я кручу, я кручу, я вас обмануть хочу. Это место заняла прошлогодняя победительница нашего топа Евровидения в целом Армения. Певица Далита с песней Welcome to Armenia. Смотрим. Ну вот про такое можно сказать, в общем-то, как это вот говорили, когда приходит, кто-то поехал. А, делаю все, чтобы больше не побеждать. Да, ладно. О, абсолютно точно. Как я могла забыть. Сменить позицию. А, это же так модно. И, ой, как я красива-то. А, что? Да. Вот. Хочется заметить, что представительница Армении участвовала в конкурсе «Скрытый талант». Ну, вы поняли, на что я намекаю. А, еще что? Я понимаю, что все устали от меня, что я обвиняю всех в плагиате, но неужели это не армянский «Flying the flag for you»? Ну, я все помню, на чем все это кончилось. 12 баллов мне от Мальты. А Мальты, по-моему, в этом году не участвуют. Потому что, ну... Да. Это лазеры, вы видели лазеры? Так вот, кто светит лазером-то нам, пилотам, в глаза. Ну, как-то Армения. Армения, Армения, я ненавижу вас. Я вас ненавижу. Ладно. Ну, что? Что место Армения дадите? Welcome to Армения. Вот если бы она была у нас на первом месте, интересно было, как бы Дима ее бы не спел. Хей, ропс, хей, ропс. А вот знаете что? Тут же шестое место. Время отдохнуть. Давайте-ка я сделаю за Диму то, что должен был сделать он еще давным-давно. Итак, леди и господа, а также Олег. И давайте-ка я вам спою песню Армении в детском Еврейне 2010, чтобы на Диме не висел этот груз. Итак, мы готовы? Готовы. Сейчас я все здесь подвину. Будем готовы через несколько секунд. А из нашего окна хуета одна видна. Вот, если вы видите, вон там Останкинская башня. Я вчера была в Ашане, а когда назад возвращался, увидела ее, честно сказать, просто пожалела, что не кинулась под маршрутку. Итак, ну что, все готово. И я сейчас буду петь. Вот так вот. Тонкая милашка. Итак, сразу говорю, я слова почти не помню. Так что ко мне никаких претензий нет. Армяне. Итак, все сейчас будет. Ой, как я волнуюсь. Надеюсь, будет слышно. Вроде бы, ну где-то громкость. Ой, ладно, плевать. Ой, ладно, плевать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok